Еще в самом начале вступления Трампа на свою должность, я заявил о том, что основная работа агента Кремля Дони Трампа на внешнеполитической арене будет направлена, естественно, против Германии, как локомотива Европы. Ну, чем еще должен заняться Дони? Кроме того, что он пришел при помощи русских и занял место в Белом доме, начал наводить как можно больше хаоса. Это касается и Соединенных Штатов, и, конечно же, отношений с самыми ближайшими союзниками, в данном случае Германии. И за все это время ничего не изменилось. Дони продолжает хорошо исполнять свою роль. И в этот раз на встрече Большой Семерки он полностью подтверждает, что хорошо отрабатывает кремлевские денежки. Все это, конечно, очень завуалировано, все это представлено, так сказать, в интересах американцев, но внимательному наблюдателю объяснять дополнительно ничего не нужно. Фактически две страны, прекрасно понимающие друг друга в ближайшем прошлом, перестали договариваться и не могут прийти к совместному решению ни по каким вопросам. Давайте посмотрим, по каким основным пунктам сейчас конфликтует Германия и Соединенные Штаты. Как мы знаем, Трамп начал целый ряд торговых конфликтов с Китаем. Европу при этом он называет так. Европейский союз хуже, чем Китай, просто он меньших размеров. В прошлый вторник он сказал, что у США в руках есть козыри. Необходимо начать играть этими козырями и шантажировать Германию. Его цитата. Мы должны просто-напросто обложить налогами их автомобили, и они нам все отдадут, потому что они отправляют миллионы Мерседесов и БМВ в нашу страну. Естественно, это прямой выпад против Германии, и, само собой, угроза увеличить налоги на импорт – это удар по интересам Германии. На встрече Большой Семерки Меркель не стала обсуждать этот вопрос. Она всего лишь заявила, что в этом году увеличился экспорт сои из Соединенных Штатов и также недвусмысленно намекнула, что дальнейшая закупка сжиженного газа из Соединенных Штатов будет и дальше снижаться. Второй пункт, по которым не могут прийти к согласию Германия, говоря о Германии, мы подразумеваем Европу и Соединенные Штаты – это Брексит. Трамп поддерживает сейчас Бориса Джонсона и объявляет Европу в том, что она слишком плохо обращается с Великобританией. В то время, как, в общем-то, вся Европа и практически половина британцев, как мы знаем, это было 48%, вообще недовольны тем, что было принято решение о Брексите. Сама страна разрывается на две части, они до сих пор не могут понять, что они будут делать. Вернее, до них уже дошло, что это была ошибкой, но признаться в этом очень не хочется и как бы нужно по английской традиции довести дело до конца. То, что страна из-за этого в финансовом плане очень сильно потеряла, ну а Европа, сложив руки, наблюдает. Хотите плыть в свободном плавании? Что ж, плывите, чего же вы от нас хотите? Неужели вы думаете, что мы будем создавать вам при этом еще какие-то особенные условия? Англия в данном случае выступает как обиженная жена во время развода. Сначала ушла от мужа, а потом захотела и прихватить все, что можно. Ну, если, милочка, ты решила жить самостоятельно, так и греби, как говорится, как хочешь теперь в любом направлении. Приблизительно такая позиция у Европы. Соединенные Штаты, естественно, в этой непростой ситуации становятся на сторону Великобритании для того, чтобы усугубить этот конфликт. Трамп заявляет, что выход из ЕС Британии будет началом многообещающего будущего, так как Британия застряла на каких-то там костях. Хотя, как мы знаем, выйдет Британия из Евросоюза или нет, она все равно останется частью Европы, но никак не Соединенных Штатов. Трамп, как всегда, мы знаем, как легко он раздает обещания, пообещал британцам большую торговую сделку, самую большую, какую когда-либо видела Британия в своей истории. Третий пункт – это история с Ираном. США и европейцы согласны, что вмешательство Ирана в конфликты, например, войну в Сирии, должно быть прекращено, и что у Ирана не должно быть ядерного оружия, так как он беспрерывно угрожает, например, Израилю. Трамп, не дожидаясь какого-то совместного решения, в одностороннем порядке прекратил ядерную сделку с Тегераном. Европа в этом смысле предпочитает более осторожную политику, они хотят сохранить хорошие отношения с Ираном. Германия не поддерживает военную операцию США в Персидском заливе по защите торговых судов от нападений Ирана. Мы наблюдали, что буквально недавно ситуация эскалировалась до такой степени, что начали поговаривать о возможной войне. Вот этого Европе совершенно не хочется, но Трамп накручивает обороты. Было также большим сюрпризом для Трампа, что Франция пригласила министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Сарифа в Биориц на проведение саммита Большой Семерки, в то время, когда Трамп включил его накануне в июле в санкционный список. Таким образом, и по этому вопросу Европа и США показывают противоположные позиции и не могут договориться. Но, естественно, больше всех интересует вопрос о Северном потоке-2. Трамп продолжает штурмовать этот трубопровод в Балтийском море, который будет поставлять газ из России в Германию с начала следующего года. Он утверждает, что Германия становится заложницей России и в то же время предлагает отказаться от строительства этого потока в противовес американскому более дорогому газу. На что немцы снисходительно улыбаются, и я уже говорил об этом в своих роликах, Меркель недвусмысленно заявила, вы ничего не сможете сделать против проекта, который не только уже много лет функционирует, но уже подходит к концу. Итак, вопрос о Северном потоке решен давным-давно. Германия будет покупать дешевый газ у России до тех пор, пока она в этом будет нуждаться. Но, как мы знаем, каждый год процент использования альтернативных источников энергии в Германии безусловно растет. Они будут использовать российский газ до тех пор, пока полностью заменят все свое производство и потребление альтернативными источниками. И, естественно, они сделают выбор в пользу дешевого российского газа, чем дорогого американского газа. Особенно на условиях, когда и по остальным пунктам со Соединенными Штатами сплошные проблемы. Еще год тому назад я говорил и повторю еще раз. Немцы сделают все для того, чтобы закончить этот проект. Если на какое-то время Соединенным Штатам из-за санкций удастся приостановить использование этого трубопровода, то, поверьте, это будет всего лишь на какое-то время. Как только политическая ситуация изменится, проект будет продолжен и завершен. Никогда не будет так, что множество заинтересованных людей инвестировали миллиарды в этот проект, и он не окупится. Окупится, не сомневайтесь. При этом политические расклады это вряд ли изменит. Как мы помним, Германия и Россия, то есть тогда Советский Союз, начали торговать через буквально 20 лет после войны. То есть, поубивав миллионы людей с той или иной стороны, тем не менее, они прекрасно торговали. Поэтому возникает вопрос, почему тогда, будучи непосредственными врагами, они могли договариваться и торговать друг с другом, почему сейчас, через 75 лет, когда у них давно нет никаких военных конфликтов, немцы должны отказываться от торговли с Россией? Ну, конечно же, в интересах Украины. Нет, Меркель говорила об этом год и два тому назад, использование Северного потока не изменит отношение Германии к Украине и отношение Германии к российско-украинскому конфликту. Следующий вопрос, по которым тоже никак не могут договориться, это расходы на НАТО. Трамп утверждает, что Германия платит миллиарды евро за газ потенциальному врагу России, но хочет быть защищенной в чрезвычайной ситуации, и в то же время ее расходы на НАТО очень маленькие. Он требует увеличить расходы до 2% ВВП. Требует уже, как мы знаем, давно, на что федеральное правительство Германии заявило, что доля расходов в этом году увеличилась на 1,36% и было заявлено немецким правительством, что это достаточно для поддержания этих отношений. То есть немцы выделили немного больше денег, но не столько, сколько хочет Дональд Трамп. В то же время, как мы знаем, Меркель беспрерывно ведет переговоры с Макроном о создании так называемой европейской армии, и если Дония не угомонится, то он останется в НАТО один. Очень глупым на этом фоне выглядит поступок Дональда Трампа по переброске части американских солдат из американских баз, находящихся на территории Германии, в сторону Польши. И в связи с этим следующая поездка Дональда Трампа будет в Польшу-Варшаву. Ну, как на это отвечает Германия? На территории Германии, как мы знаем, еще большое количество американских баз, и приблизительно находится 50 тысяч американских солдат и офицеров. Эта ситуация началась после войны, и тогда Германию принудили к тому, чтобы союзные войска расположили здесь свои базы для контроля, так сказать, вооруженных сил немцев. Ситуация за эти годы изменилась. Германия совершенно спокойно на это смотрит и говорит, что если все американские базы исчезнут, а как мы знаем, в базе заинтересованы именно Соединенные Штаты, например, известная огромная база «Рамштайн», находящаяся, кстати, не так далеко от меня, является основным привалочным пунктом американской авиации. Сюда в «Рамштайн» перебрасывались все, кто затем транспортировались в Афганистан и в обратную сторону точно так же. На это Германия заявляет следующее. «Мы много лет жили вместе с американскими базами, а мы хорошо дружили и общались с нашими американскими друзьями. Но если они решат по-другому и переместят свои базы в другие города Европы, мы абсолютно не против. Мы только за». Так что действия Трампа только лишний раз показывают, что он никак не может договориться с Германией. Германия при этом готова на любой расклад. Останетесь, нет проблем, мы к этому привыкли. Уйдете, как говорится, плакать не будем. Вообще, в целом, отношения Трампа с Меркель можно было бы назвать без натяжки отвратительными. Демонстративное фото Дональда Трампа, когда он всячески старается унизить Меркель. На фоне прекрасных отношений когда-то Ангелы Меркеля с Бараком Обамой все это смотрится отвратительно и печально. Я думаю, что этот человек даже при всех своих усилиях не сможет разрушить многолетние отношения американцев и немцев. За два с половиной года Трамп ни разу не приехал с официальным визитом ФРГ. Этим самым он показывает свое фи в отношении ведущей европейской страны. Немцы в прессе реагируют на это с юмором. Трампа здесь практически никто не уважает и, собственно говоря, не ждут. Он только лишний раз показывает, каким недальновидным политиком он является. Германия переживет Трампа и мы надеемся, что следующим президентом будет адекватный человек и нормальные отношения между ФРГ и Соединенными Штатами восстановятся. Субтитры создавал DimaTorzok